Кий остров силён своей энергетикой, удивительным монастырём XVII века, уникально щедрой природой и умиротворяющей тишиной. Кий – архипелаг из 15 компактно расположенных больших и малых островов в Онежском заливе, объединённых не только общностью пространства, но и взаимной доступностью по дну моря во время отлива. Он находится в 15 километрах от города Онеги. Собственные названия имеют острова Кий, Форесов и Крестовый. Самый большой из них – остров Кий или Кий-остров. Каждый остров архипелага по-своему уникальный, в нём есть что-то своё особенное. Потрясающая панорама открывается на северо-западной оконечности острова. Находясь на возвышении, на скале, под тобой оказывается Перейма, а слева и справа – бескрайние морские просторы. Здесь обязательно нужно побывать дважды – во время полной воды и во время отлива, чтобы почувствовать разницу. Высота полной воды обычно достигает трёх метров, так что шансы вброд перебраться на другой остров в это время невелики. Острова, сложенные докембрийскими кристаллическими породами возраста трёх с половиной миллионов лет, сохранились следы тектонических нарушений и разрушительной деятельности ледников. История Ки-острова такова. В 1639 году на Кии появился монах Анзерского скита, что на Соловках – Никон, будущий патриарх московский и всея Руси. По предамью, в 1639 году Никон во время шторма спасся на этом острове. Он поблагодарил Всевышнего за спасение и воскликнул – Кий – это остров, где Кий в значении чей. Легенда эта бытует и сегодня, хотя учёные предлагают другие варианты. В финно-угорской этимологии Кий – значит камень, у саамов – след зверя. Монах, став патриархом в благодарность за спасение, поставил на острове деревянный крест, как маяк для мореходов, и построил монастырь, назвав его «Ставрос» или «Крестовый». Крест изготовили в Палестинийской Парисо, богато инкрустировали, сейчас он хранится в Москве. В 1656 году на острове Кий началось строительство крестного монастыря, который тесно связан с именем патриарха Никона. Уникальный памятник архитектуры XVII века был не только культовым сооружением, но и служил одним из оборонных форпостов на севере России – морским ориентиром для идущих в Онегу кораблей. С 1754 по 1760 годы на острове действовал завод купца Гома. Из-за удобного расположения на Киострове был возведен причал, куда распиленный лес доставлялся баржами для перегрузки его на морские суда. С открытием порта в Онеге в 1781 году на острове располагалась таможня. В Архангельской областной научной библиотеке имени Добролюбова хранится уникальное издание «Труды отдела торговых портов с описанием Онежского порта» 1915 года издания. Здесь можно найти старинные фотографии, как выглядел Киостров в те годы. В 1854 высадились на Киев английские войска. Монастырь разграбили. Следующим летом случился пожар, но каменные постройки, к счастью, сохранились. Подобно Соловецкому и другим монастырям, крестный был местом ссылки и заточения. В 19 веке сюда ссылали раскольников. Монастырь закрылся в 1922 году, а до этого в 1919 году был сильно разграблен. В 1923 году была предпринята попытка организовать на острове детскую трудовую колонию. А уже в 1924 году монастырские постройки были переданы Дому отдыха, который стал первым санаторно-курортным учреждением на севере, а его отдыхающими были лесопильщики из Онеги. Сейчас остров пользуется большой популярностью у жителей Архангельской области. Чтобы проникнуться островом и по-настоящему ощутить островную жизнь, здесь нужно провести несколько дней. На острове можно рыбачить, собирать грибы и ягоды, в теплое время можно купаться. Очень популярны и пешие прогулки на соседние острова. Удивительные ощущения испытываешь, когда идешь на край земли, самую северную оконечность острова. Растительность постепенно исчезает, остается узкая, длинная, каменная дорога, полога, погружающаяся в морскую гладь, а впереди только море. Море, потрясающие закаты, каменные глыбы причудливых форм, отливы, обнажающие морское дно. Здесь можно найти целебнейший фукус, водоросль, питающую кожу, возвращающую молодость. Да и в салат добавить полезно витамины D, А, микроэлементы вернут здоровье щитовидной железе, поднимут иммунитет. А еще на Киевострове уникальные сосны. У них удивительная способность цепляться за жизнь своим стелющимся по поверхности корнем. Киевская сосна особенная. Внешне дерево ровное, но стоит заглянуть под кору, как открывается витой ствол, волокна круто закручены против солнца. Остров открыт ветрам. Бывает, что в одном направлении ветер дует 3-4 дня, или в течение суток меняется по всем восьми направлениям розоветров. И так в продолжении недели. Поэтому Киевская сосна такая особенная. Остров привлекает внимание многих геологов. Здесь можно встретить самые разнообразные минералы и горные породы. В геологическом отношении остров являются частью протяженного древнего беломорского подвижного пояса, сложенного магматическими и вулканогенными образованиями. Сам киевский архипелаг представляет собой так называемую расслоенную интрузию, то есть тело, образовавшееся при застывании магмы на некоторой глубине от земной поверхности, с явно выраженной расслоенностью. В XX веке на восточном побережье острова добывали гранит для отсыпки дорог и строительства мостов. Старожилы побережья рассказывают, что киевский гранит брали для оформления станции метро Дзержинского, ныне Лубянка. Время здесь словно остановилось. Люди посещают занятия по рисованию и росписи деревяшек, вынесенных морем. Приезжают художники на пленэр, делают выставки. В свое время Песахов очень любил бывать на Киострове. Сюда русский писатель-сказочник, этнограф и художник приезжал в 1910-е годы, ежегодно на несколько месяцев. Бывал он там и позднее, в конце 40-х годов, будучи уже в преклонном возрасте. В его картинах беломорского цикла ощущение бесконечности мироздания. Природа раскрывается перед человеком, сливается с его существом. Картины просты по сюжету. Камни, берег моря, сосны, среди которых выделяется одна, высокая и сильная. Песахов часто повторял этот мотив и создал запоминающийся образ северного пейзажа, который часто называют «песаховские сосенки». Рассказывая об этом маленьком островке в Белом море, он вспоминал. «Здравствуй», — говорил я, замлевший на берегу сосенки, приходя рано утром. «Здравствуй, родимая!» — заждалась. Она мне кланялась, и никто нам не мешал. На Киострове хочется рисовать и рисовать, или просто наслаждаться тем, что так дефицитно в больших городах, спокойствием, или писать стихи. Вот такой стих написала Светлана Петровская в июне этого года. Остров, остров, здесь так остро, понимая счастье-зыбкость и никчемность суеты. Ветер, ветер ловит в сети. Полумесяц, словно рыбок, звезд июньские цветы. Остров, остров, храма-остров. Добела омыт дождями, режет небо синеву. Лето, лето белым цветом, золотыми якорями душу держит на плаву. Трудно описать словами все. У каждого что-то свое. На одном из главных корпусов дома отдыха для всех приезжающих висит наставление, с которым трудно не согласиться. Сбережение Киострова – дело каждого, кто ступает на его благословенную землю. Помните, нет большего такого места на земле, как Киостров. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...